приветствую всех мужики вот у нас трактор в контакте выклада очень зашел то есть обсуждение было много созвонился с умельцем человека зовут владимир он там готов подробно рассказать про свой трактор трактор у нас в каком году был построен 87 года постройки трактор 25 лет 25 лет ему да то есть парад за эти как вы понимаете года успел да и изменялся модернизируется сменялся был красный красный назначально был красный начались белыми дисками а потом уже перешел на другую серию обновил откуда идея пришла вообще никаких целей ну как идея пришла просто для себя для дома надо было так держал хозяйство была скотина надо было на сенокосе туда сюда сено возить все грабли конные были с него навесного много я так понимаю да было все навесной сейчас то мне уже нет грабли продал скотину не держим было сзади с рогами волки сталкивать чтобы собирать сено да 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 был ковш есть к нему задний по колесам были основные вопросы что за резина расскажи вот резина l211 она раньше стояла в старые времена на филосных комбайнах вот у нее это вот у меня немного доработанный рисунок а так вот стандартном виде она вот так вырезали я вот центральную взял полностью еще дополнительную грудь это ну понял вот и все так больше но резина она чем хороша что она капроновая она легкая вот уже все эти 25 лет на только вот трещины видео пошли по колесам диск чей а диск т16 трактор передний перед ним осну на сельхоз машинах раньше были таки на культиватора диски стояли 16-дюймовые на учете стоит трактор то нет мне предлагал гостехнодзор на учет а я что-то думаю зачем мне надо это а сейчас вот он говорит я бы хотел поставить гбдд очень часто стали посещать а вот ничего уже не получается сейчас очень это все сделать туда практически невозможно ну молчать не будем попытаемся изменить это потому что что-то надо очень много рукастых у нас ведь живет очень очень много и вот надо было мужикам то помогать это популяризировать это все дело очень надо популяризировать это правильно стали я вот уже вижу интерес к узлу перелома он изначально такой был или переделался нет и это все было изначально что тут рассказывает значит опоры от жадки комбайнов вал вал по-моему 40 или 45 сейчас я не помню два поросят их называет народе два угловой сварены и два одинаково да 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 на вами сварены сварены под 90 градусов там значит сошка сразу на шлицах идет на редуктор рулевой газ 53 все в чем достаточно мощно все достаточно крепкого за все эти годы это практически ничего не менялась ничего из строя не выходила потому что все делалось запаса ну как-то вот я его делал всего вас два с половиной или три месяца как у меня так просто какой-то хотела все получалось ни за чего не старался никто и вопрос если машину я тогда делал бывали такие тупиковые моменты ну не знаешь уже все вроде остановился ночью лег спать бац тебе идея приснилась а здесь как хорошо все сейчас у меня никакой гидравлики ничего нет потому что все это боролся свет номер то стоит так просто номер специально для виталий кокетом покрупнее снимем все в этом году нет прошлом году я поставил вместо гидравлики поднимать уже было руками тяжело становится с возрастом я поставил электро лебедку сейчас у меня все чтоб на весной поднимать на весной поднимать уже прикольно все это примитивно но эффективно это тоже подставка гидроцелиндра чтобы сама убиралась точно гидроцелиндра этого как они задние двери открытие теплиц у теплицы который открытие теплиц маленькие цилиндры так она самосвал нет или не семислав у меня раньше была она большая сено возил она думали была широкая я привозил вот короче бы если смотреть на мой сеновал он у меня объем 192 кубометра 10 моих телек полностью 19-20 кубов примерно года где-то так но так ну давайте дальше к двигателю все давайте двигатель очень интересная тема особенно интересна модернизация уже такой проверенный надежный уд2 единство что я модификацию к сделал я вот вывел давление масла на манометр что постоянно так потом у него проблема у него коллектор вкусной неравноплечий карбюратора здесь здесь стоит и здесь воздухан получается что первый цилиндр всегда захлебывается задний вечно голодный вот я то дело исправила смотрел новый коллектор равноплечий поставил карбюратор позе 30 это с японского мотоцикла с ускорительным насосом как на автомобиле сейчас начал дает и никаких провалов уже нет если на тех был провал на старте а сейчас провалов нету вот сразу на тросики все это сделал я про это вывел воздухан отдельно вот вентиляцию картера все туда подвел и у меня это все нормально уча смесь довольно таки бедно посвечал смотрел температуру выровнял по цилиндрам замерял термометром получается у него что если первый переобогащался он практически не нагревался смесью охлаждался этот был всегда перекали я значит что сделал я первому цилиндру немного ограничил подачу воздухонахлаждение чуть-чуть и выровнял температуру по пирометру в горшках одинаково и все сразу стало другое дело сейчас конечно его заводится он как бы в жару без всяких проблем а так только уже через подсос на подсосе на подальше поработал зато экономия собак 12 литровый это стандартный от мотороллера электрон все как говорится на месте генератор стоит правопривод идет через прямой вал на генератор генератор обычно тракторный на 1 киловатт я почему поставил помощней потому что электролебедка потребляет генератор киловатт я владимир очень давно мне попалась информация про модернизацию d2 я мечтал найти человек который нормально на пальцах покажет я так рад что это вы оказались нет единственное что вот у меня пока не сделано я посмотрел тоже в тик токе у людей они ставят электронное зажигание от восьмерки там все уже это коммутатор все как положено но у меня пока магнета я это особо не уникал проблем нету но еще раз обозначим основные проблемы то что коллектор неравноплечий из-за этого разобогащение цилиндров он же ведь видите он же двигатель как бы стационарный его завел на постоянных оборотах молотит или он электростанцию крутит или насос там ведь и не критично 3000 выдает и все и крутится себе расход здесь то когда когда надо тебе из места тронуться и все это уже не совсем работать хорошо а расход на сколько примерно снизился у я даже не знаю да в разы просто в разы даже разы я раньше на покос если еду старым карбюратором был был я значит с собой заправляю бак и брал на всякий случай канистру и вот где день если я работаю на покосе там за граблями еще бак у меня уходил полностью 10 литров сейчас же я расходу и сколько вот мы за грибами ездил я как заправил дома приехал у меня вот только углы с того было я сейчас даже туда и редко заглядываю по свечам видно же по нагару на свечах все светлый коричневый иначе оптимально сейчас раньше была свеча во втором цилиндре белая постоянно а ферма черная все нормально масло не жрет все хорошо порядке масло чистенькая тут тоже давление прекрасно этих моторах я даже не знаю какого он года у меня раньше стал чугунный он был двигатель 65 года я просто его когда стал модернизировать тот не стал портить вот как здесь меня остался пересданном виде я уже на другом моторе стал экспериментировать и вот поставил аккумулятор у меня это сейчас алюминиевый корпус у меня как быть компенсировал вес на передке такая коробка юпитера тоже без проблем единственно что заменил барабан сцепления но зубья сглодал цепью но это по моей глупости я считаю я залил туда масло тат-17 думаю для коробок то лучше а она оказывается для чугуна то совсем плохо или все меня зубья сгрызла так давайте про передачи с двигателя зашивая ревеню двух ручейные шкивы стоят на моторе и стоят там наоборот на ремень b1250 1500 1500 все это у меня транспортное положение увеличение с большой на малую когда она мне надо например сельхоз работы медленно в гребне нарезать или картошку копать я просто перекидываю с малого на большую 2 одинаковые шкива стоят просто наоборот да у меня получается черепаший шаг точили или откуда-то взятым нет это стандартные это раньше стояли на сортировках в софхозе ну вот на зернотоках они стояли на электромоторах единственное что пришлось тут конус проточить а там стандартный вал 25 все так у нас с коробки свежа дальше куда пошло цепочкой один к одному передача идет на дифференциал инвалидки стоит после дифференциала с боков стандартные стандартные мягкие муфты инвалидовские направо налево и бортовые редукторы тоже с барабанных сушилок но единственное что вот 23 к одному передаточное у них стандартное отношение а я первый контур выкинул меня получил 7 к одному вы его укоротили нет я просто внутри внутри взрали и новый вал там сделал который соединение лицевой видно мягкой муфты вот там мягкие муфты вон там резинки да 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 они вези они резиновые сейчас подлезу поснимающим задний мост у меня не ведущий это получается как бы большой мотоблок а он не полноприводный да не полноприводный только передний вот тормоза тормоза стоят с уазика барабаны барабаны все это стандартная вазовская стоит вот она просто этот щит прикручен к корпусу редуктора и все цилиндр тормозной плавленный тоже одна единорка с уазик нет комбайна с комбайна с комбайна вот здесь вот цилиндр сейчас у меня наручники крышка легко снимается на барашке с одной стороны и другой стороны все браться можно было редуктор рулевой газ-53 вот он передача сразу идет опыта через тут вал да вот он видите вот он и все давайте максимум вывернем как откладывается не задевали просто на максимум я сделал в другую сторону выверните не задевала легко на крутится не особо трудно на ходу еще легче не взвешивали аппарат 700 40 килограмм на весовой возили до на весы до стандартном саппозе заезжал день это машину свежих это вот ручное включение на это ручное и электрическое что он до конца дошел зафиксировали на фиксирую чтобы не опустилась когда транспортное положение едешь все по-простому масса да тут масса все электрооборудование все у меня как положено и повороты и габариты все давление масла вывел сюда тут амперметр температура двигателя gps навигация это когда в лес едешь приехал за грибами который точку поставил карман положил и ходишь спокойно обратно раз вышел на тракта тахометр поставил потому что когда оставил этот карбюратор там не получается сделать регулировку оборотах но максимальных и пришлось поставить тахометр я уже сейчас сам свяжу чтобы не перекрутить мотор но такого не бывало чтобы за 3000 закручивать обычно где-то вот 2 800 2 900 под нагрузкой когда идет конечно можно и на перекрутить под нагрузкой нет не выходит не получается сиденье какой-то монос а какой сиденье это меня супруга шила меня раньше была стандартная комбайновская но она с годами все износилось ну ты видишь что эта площадка 3 на глаза это комбайновская ск 5 него с него и спинка была другая этого все лет много уже все пришло мне годность пришлось это тут тоже когда за грибами ездим кого-то посадили можно сажиров можно посадить вот все так борта откидываются до до на цепочках можно что-то как ограничитель они чтобы вниз потому что до лодку вожу лодку когда вы уже положила то что не мешается так телега в основном сейчас на вас на зарод привести телега сразу трактором строилась следом нет ну как как телев сначала сделал трактора все равно что-то надо пришло сделать телегу для сена сделал большую такую потом ее убавил отрезали все лишнее но все лишнее 3 сделал нормальный тележка достаточно просто всяких лишних тут у меня еще оставится сюда каркас дуги трубки до ставится другие можно одеть металлопластиковые труба нет металлическая труба она там меня за этим не пользуюсь если куда-то ехать на рыбалку мало ли переночевать распустил там можно спокойно спать как в палатке достойный трактор вам подписчик хочу рассказать одну историю а точнее мы сейчас вам еще и покажем у владимира есть автомобиль который стоит на учете самодельный это будет сейчас интересно в каком году он учет поставить шестом за сколько собрали делаю его два с половиной года машину 3 3 года с 82 по 85 год год и и не красил она была у меня такая голая вдруг мало ли где-то трещины пойдут придется варить туда-сюда но ничего не потребовалось год и на ней покатался потом я облил покрасил и регистрировал гаи очень конечно это все было долго и муторно но возможно делал ее через организацию до сав карагайскую тогда был там иван василь бобенко такой он мне помог очень сильно они сдали комиссию все обследовали проверили все технические характеристики я ее строил журнале за рулем были технические требования для автомобилей сделанных своими руками и там были все размеры какие должны быть размеры я ее делал по самым минимально допустимым размером максимально компактно максимально компактно чтобы была цель для чего чего просто хотелось иметь машину в том нет почему именно маленькую не побольше не построить дороже входило сложнее регистрировать да и по деньгами по всему это же все ведь было накладно да и было трудно достать что либо где а я купил свое время два мотороллера туристов покажешь на машину людей покажу она у меня во дворе стоит с 1994 года я ее эксплуатирую стоит на чурках я же ни разу вот с того времени с 1994 года не повел желание завести ну желание было да просто не охота уже как бы надо аккумулятор новый покупать при этом на и жидкости тормозная жидкость вытекла уже как бы от перебирать все равно тормозу где-то все ручь это потекло резинки ну а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...